У нас немножечко будет ремонтного влога. Я вам хочу показать ту недоделку, которая у нас оставалась. И в планах, конечно, было доделать это всё до Нового года, но как-то то материала подходящего не было для этого, то времени не было. В общем, мы наконец-то доделали окошко в туалете, которое у нас было незаделанное. Если вы следите за ремонтными влогами, то вы помните, когда я вам показывала, что у нас как-то сделано в туалете, когда я вам показывала полку, которую я покупала, видно было, что у нас, в общем, было вот это окошко, где видны были трубы. И на первое время я повесила только небольшую штангу, ну, это палка для ванной комнаты, и просто повесила небольшую занаязку, хотя бы чтобы для себя не видеть эту дырку, закрыть её. Но понятно, что это всё временно, и у нас было в планах либо купить готовую дверцу, либо сделать её своими руками. Из того, что было представлено в магазинах, нам почти ничего не подходило, потому что у нас эта стена не особо укреплена. То есть мы не возводили новую, у нас всё как было, мы просто сверху обшили вот панелями, да. Естественно, сама стена немного тонкая, и что муж у меня придумал? У нас оставалась фанера, такая очень добротная, толстая фанера из-под зеркала. Когда мы покупали прихожую, нам привезли зеркало, и оно было упаковано вот в такой толщины фанеру с двух сторон. И у меня муж быстро сообразил, что можно из этой фанерой сделать замечательное вот это вот окошко. Давайте я вам сейчас переверну камеру и покажу, что мы сделали. Итак, напомню, что вот в этом месте у нас как раз было пустое пространство, и как раз таки не хватало нам этого окошка. Полка, кстати, до сих пор стоит, очень удобная. Те, кто мне написал, что сюда для, ну так скажем, визуализации-то лучше, поставить было бы вторую полку, может быть бы и красиво смотрелось, но мне просто нечего будет туда укладывать на эту полку, поэтому пока не хочу лишний раз тратиться. Итак, что муж у меня придумал? Смотрите, он взял фанеру, вымерил. У нас внутри, вот за этой стеной, с той стороны, были закладные в виде брусков деревянных. И мы, когда ездили отдыхать к сестре, мужу, мы увидели у них хорошую, замечательную идею. В принципе, с этой идеей у нас и возникло именно вот то, что вы сейчас видите. Сделать дверцу на магнитах. Это, кстати, очень удобно. У тех, у кого плитка положена на стенках, те в основном покупают такой люк, знаете, который отодвигается металлический, и его также делают под плитку, то есть все в один материал, ничего не заметно. Но я уже повторю, что у нас здесь стенка очень тонкая, и поэтому ничего такого очень габаритного и тяжелого вешать сюда мы просто не смогли. Муж взял фанеру, все вымерил, вырезал по размеру. У нас также имелись вот такие вот уголочки, которые мы приклеивали на уголки наших стыков, ну то есть вот где обои стыки есть, на уголках мы клеили такие уголочки. И просто прикрутили сюда две ручки, и теперь очень легко... Так, она просто очень... Достаточно сильный магнит, поэтому сейчас я вам сниму эту дверцу и покажу, как там все муж придумал. Ну вот, собственно, так выглядит наше пустое окошко, и вот с обратной стороны как выглядит наша дверца. То есть это вот обычная фанера. Тут муж набил именно магнитики, и обычным мебельным степлером прибил уголки. Ну, также здесь маленькими гвоздиками можно пройтись. Эта дверца получается за счет того, что внутри фанера очень такая плотная и толстая, она получилась достаточно увесистой, то есть уже шум из труб мы не слышим за счет того, что хорошая получается защита, да, от звука от дверцы. И вот они, вот эти закладные, которые муж набил. То есть это обычные такие брусочки, и на них крепится магнит. Магнит очень сильный, я отрывать одной рукой ручку не могу, мне приходится двумя руками это делать, потому что магниты очень-очень сильные, очень крепкие. И вот таким образом просто на магнитах снимается и ставится. Это очень легко, это очень удобно, и за счет того, что магниты сильные, это все достаточно безопасно, то есть наша дверца не падает. Сейчас я вам верну ее обратно. Просто берем за ручки и ставим. Все, защелкнулась, дверца ставит крепко. То есть я ее вот так вот даже не могу вырвать. Это мне придется принять сейчас усилие, чтобы для того, чтобы ее вытащить. То есть это я к тому, что дети, можно не опасаться, что на них свалится, либо дети вернут и откроется дверца, теперь я попробую ее открыть. Вот только с таким усилием я могу снять эту дверцу. В общем, муж молодец, в очередной раз. Все, дверца стоит. Смотрится это все в одном стиле, потому что мы старались подобрать, ну, более-менее постарались подобрать, ну, хотя не совпали полоски, но все равно, в общем, у нас оставались панели, поэтому мы под общий вид сделали дверцу, и мне кажется, получилось очень довольно-таки аккуратно и красиво. Ручки также можете подобрать под свое усмотрение, какие вам захотелось. Мы взяли самые дешевые, по-моему, по 45 рублей они, в обе я покупала. И ручки круглые взяла для того, чтобы было удобно подцепить. Можно было бы взять и такие обычные, но они смотрелись бы более, наверное, как-то габаритные эти, так, попроще. И, опять же, у нас ручки перекликаются с этой угловой полкой. Так что вот такой вот вам лайфхак, если вдруг вы тоже задумывались о том, что сделать, в какую дверцу, вообще, как скрыть вот это вот окошко, если оно у вас уже осталось. Красавчик, я уже достала камеру. Думаю, лучше сразу я вам покажу все, что я купила сегодня, потому что сейчас мне уже очень хочется разобрать это все и на свои места ведь это расставить. В общем, пока у меня все при мне, я хочу вам сразу отснять видео, не буду снимать уже отдельное видео. Тут у меня покупки из магазина Еврошоп, я сегодня была, и забежала в Фикс Прайс. В общем, давайте, наверное, начнем с Еврошопа. Вообще, у меня продолжается какая-то больная тема. Я очень сейчас спадкая на какие-то новогодние вообще товары все. Мне очень хочется украсить наш дом по максимуму, но при этом не вкладывать очень больших денег в это все, потому что я понимаю, что это лишь, ну, максимум месяц нас будет радовать вся эта атмосфера. Потом это мы все сложим в коробку и уберем. Но, тем не менее, мне хочется, хочется сделать какую-то красоту в нашем доме. Тем более, это Новый год в нашей квартире будет, поэтому, ну, вот хочется. Мне душа требует, поэтому я скупаю то, что могу, то, что мне нравится. В общем, в Еврошопе вот такие вот увидела наклейки беленькие с элементами серебра. Я хочу все-таки завершить окошко на кухне. В Фикс Прайсе нету до сих пор этих белых наклеек, больше не привозили. Они мне очень-очень понравились. Вот увидела белые наклейки, такие елочки-снежинки. Думаю, как раз дополнить тоже окно именно вот этими наклеечками. Ну, и то, что с элементами серебра у нас же тоже есть на кухне, да, серебряные ручки. Мне кажется, хорошо вот должно сочетаться. Дальше Матвею взяла вот такие вот пазлы-лошадку. Мне очень понравилось, что они деревянные. Но сразу скажу, дерево, конечно, здесь тоненькое. Такая фанерка, прям тоненькая-тоненькая. У нас есть дома деревянные пазлы. И почему пазлы такие хорошие, крепкие, толстенькие? Они еще остались у нас, кстати, от Максимки. Три штучки, но лошадка. Просто лошадка. Потому что Матвей любит лошадей. Поэтому взяла. Нравится то, что деревянные. Нравится, что картинка достаточно хорошая, четкая, понятная. И, конечно, то, что крупный сам пазл. Ребенку удобно будет, во-первых, и в руках держать, и картинку собрать сам он может. У нас есть маленькие пазлы, да, вот картинки собирать. Вот эти картонные. Ну, и он еще не может 4 года сообразить, где там хвостик, а где там спинка. А тут вот достаточно все очень крупно выглядит. Я думаю, что он как раз справится. Мы нарядили елку. Да, мы нарядили елку. Но я сейчас понимаю, что та гамма, в принципе, гармонично смотрится, да, в которой у нас украшена елка, это серебро и синий цвет, но не хватает каких-то вот прям светлых акцентов. Вот поэтому, мне кажется, такие белые шарики будут отлично разбавлять весь этот цвет. И вот именно прям выделяться на эти белые шарики, на этом фоне будут здорово. Взяла тоже маленькие, в этой упаковке 18 штук. Да, набор шаров 18 штук. Вот, цену я вам скажу, у меня есть тут чек, вам потом озвучу. Вот, не стала покупать больших, крупных шаров, взяла маленькие, потому что у меня вся елка вот в таких вот маленьких тоже шариках. В общем, посмотрим, что будет, потом я вам покажу, как елка выглядит. И в Еврошопе увидела вот такую елку. Смотрите, какая красивая. Я вам сейчас почитаю, что это такое. Деревянная декорация. Деревянная новогодняя серебряная елка. Одна штука. Мне нравится исполнение. Это все стоит на деревянной основе. И сама елочка такая серебряная и вся блестит. Это будет удобно поставить где-то, опять же, в какую-то новогоднюю композицию. Это можно спокойно влить в фотографию, на фон для фото, для фона, на фон для видео и для фото. В общем, елка очень симпатичная, очень красивая. Но надо смотреть, потому что не все елочки с ровными пенечками. То есть она бывает такая, знаете, качается. В общем, я сидела, выбирала. И я очень давно уже хочу какой-то себе новогодний поднос, поддон или вообще какую-то форму для свечей. Вот я хочу поставить свечи, чтобы я могла в любой момент их взять, перенести. Мне хочется на подоконник. Я взяла, поставила туда. Мне хочется на кухню. Я пошла, оставила туда. В общем, вот такой в Еврошопе металлический поднос, круглая звезда, 28 см его диаметр. Просто обычный белый поднос. И вот за счет того, что здесь есть такая серо-серебряная звезда, мне кажется, добавляет тоже много новогоднего образа этому подносу. Но вообще, мне кажется, его потом в дальнейшем можно и вообще под любое использовать. Хотите под фрукты, хотите там под любое что-то еще. Ну, классно. Даже просто элементарно, как поднос его использовать для чашки, взять какие-то вкусняшки, принести ее на кровати и завалиться есть, тоже здорово. Ну, как бы поднос он поднос, но я вот именно для свечи хотела. Мне очень нравятся подносы в Икеа, но я туда не попадаю, мне кажется, вообще не попаду до Нового года уже точно. Давайте по ценам я вам скажу. Ну, кстати, знаете, вроде как кажется, в магазине там все по 69, по 49, но в итоге почти 400 рублей я оставила в Еврошопе. Итак, поднос круглый 69 рублей, мозаика деревянная, это пазлы 49 рублей, набор наклеек новогодних 49 рублей. Я не знаю, дорого 50 рублей за это или нет, как думаете. Так, набор шариков 69 рублей, декорация новогодняя серебряная елка 49 рублей. Так, и тут у меня еще есть небольшие такие два презента по 49 рублей, это я взяла в качестве подарка, но не хочу просто сейчас показывать, вдруг кто-нибудь увидит. В общем, все у меня вышло на 385 рублей. Короче, не так уж и дешевле получается. И давайте теперь покажу, что я купила в Fixed Price. Смотрите, какая крутецкая кружка. Она, типа, знаете, с имитацией вязаного шарфика, вязаной кофточки для кружки. Очень красиво выполнена. Это прям зимняя тематика, вот прям зима-зима. И для фотографий, мне кажется, это вообще прям вот что-то нереально красивое будет. Представлены были в голубом цвете, в нежно-розовом цвете, в зеленом цвете. И цвет такой не чисто красный, не оранжевый, а какой-то такой средний между красным и оранжевым. То есть что-то такое рыжее. Но мне вот показалось, что именно на более темных цветах вот эта вот имитация вязки выглядит лучше и красивее. Потому что я сначала хотела нежно-розовую взять, но я посмотрела, и мне кажется, что на розовую вот вязку издалека вообще не будет видно. А эта кружечка, видите, как будто такая в шарфике. Но мне нравится вообще вот эта идея, когда на кружке вяжут действительно настоящие такие полоски. И можно даже сделать съемные на пуговках. Ну, хоть я умею вязать, но не вяжу. Вот так. Вообще, кружечка вот такая. Она, кстати, достаточно большая. Здесь 400 мл, все как я люблю. Я не знаю, может быть, я еще вторую куплю, все-таки розовую. Посмотрим. Так, что еще? Из подготовки как раз к Новому году я взяла вот такие вот подсвечники. Это стекло. Размера тут нету. Вот такие два подсвечника. Стеклянные, обычные. Ну, я думаю, что они не только на Новый год, конечно, пригодятся. В любой другой день устроить романтик с мужем тоже могут пригодиться такие подсвечники. Стандартные, обычно свечки сюда подходят. Поэтому подумала, что именно на новогодний стол обязательно нужно будет поставить какие-то длинные свечи на стол в качестве украшения. Ну, и потом, как всегда, знаете, тушим свет. Свечки горят уже какой-то такой уютный, да, создают атмосферу. Поэтому взяла их. И вот как раз-таки к этим подсвечникам я взяла вот такие свечки. Взяла в красном цвете. Они есть, вот видите, такие витые с элементами серебряной крошки. Ну, то есть здесь блёстки, да, посыпанные. А есть просто обычные не витые, а прямые разных цветов. Кстати, давайте я хочу вот открыть и посмотреть, подходит эта свечка в тот подсвечник. Потому что именно как раз-таки эти свечки я взяла вот для того, чтобы поставить их в те подсвечники. Кстати, они пахнут. Но пахнут даже не воском, а какой-то краской, наверное. А, блин, она маленькая. Сюда надо потолще свечку. Либо надо, знаете, как я раньше, мы всегда делали, расправляли немножко, разогревали краешек. И вот так вот, когда ставишь, тут свечка держится. Ну, в общем, подумаем. Я что-то думала, что подойдёт. Ну, ладно. Вот очень плохо, что нету, знаете, такого образца в магазине, открытой упаковке, где можно реально взять, приложить вот эту вот свечку в тот же самый подсвечник, да, и ты уже примерно знаешь, подойдёт тебе или не подойдёт. Вот, а так получается, что берёшь кота в мешке. Вот, у меня получилось так. Я взяла и не угадала с диаметром. Ну, ладно. Я думаю, что именно тот вариант, когда чуть-чуть разогреть дно, я думаю, что она должна встать. Так, что ещё я взяла для Нового года? Салфетки. Салфетки, новогодних салфеток вообще нету. У меня обычные беленькие, но на Новый год реально хочется что-то прям новогоднее. Я взяла в двух расцветках обычные белые с зелёной ёлочкой и красные, ну, на новогодний стол. У меня вообще как-то представляется стол именно такая скатерть белая с элементами красного, зелёных каких-то там рисунков, вот красные свечи, какой-нибудь можно венок поставить, красные салфеточки. Ну, в общем, что-то у меня в таком варианте представляется наш новогодний стол. Так, взяла вот такие вот две салфетки депоративные, 38 сантиметров их диаметр. Тут ПВХ. Это обычно такие прорезиненные серебряные салфетки. Я хочу эти салфетки положить на вот прикроватные наши тумбы. Сейчас у меня на них лежат икейские полотенчики с листочками. Но вот их я хочу заменить на такие и сделать композицию. Вот у меня уже есть тоже задумка такая в голове, в общем, хочу воплотить. Поэтому взяла две, как раз в серебряном цвете, как и хотела, и как раз на две полки, в общем. Что-нибудь потом придумаю. Так, взяла вот такие две наклейки. Ну, кстати, это немножко другие наклейки. Вот тех белых в длинной упаковке, их уже нету. А вот это они более, видите, в квадратной упаковке. Но у них какой-то голубой оттенок вот на всех рисунках. Ну, ладно, снежинки еще с голубым оттенком, но вот зачем снеговика сделать и девочку в синем цвете, что-то мне не очень понятно. Но взяла. То есть окошко я все-таки хочу добить и сделать какой-то вот прям красивый такой вид на окне. И вторую взяла с Дедом Морозом и санями. Ну, вот здесь меньше голубого цвета, да, как-то более белый. А тут прям совсем все голубое. Но я там уже смотрела, выбирала, выбора мало. Так что взяла, буду оформлять дальше свое окошко. Но если вы увидите белые наклейки, прозрачные, вот в таких вот длинных-длинных упаковках, возьмите, не пожалеете. Они очень красиво смотрятся. Во влоге предыдущая я вам показывала, как это все выглядит. Вот. А эти, ну, немного другие. Они также прозрачные, да, на стеклышко вешать. Но вот то, что здесь голубой этот цвет, что-то мне не очень нравится. Так, взяла коврик. Взяла коврик в ванну, 99 рублей его стоимость, 60 на 40. И изготовление, и состав тоже полиэстер, ПВХ. Сейчас погода, вот это вот потепление на улице жижа, на ногах приносим просто ужасное что-то на свои обуви в дом. Поэтому вот именно прорезиненный коврик, который не будет скользить, и у которого достаточно такой плотный ворс, мне его надо положить в прихожую. У нас сейчас лежит прихожая, которую я до этого брала в фикс прайсе. Но он, во-первых, без прорезиненной подложки у нас катается. Во-вторых, он очень маленький. Конечно, если я поеду в такой магазин большой, как Оби или Леруа Мерлен, я хочу посмотреть прям вот такой большой на всю прихожую ковер, чтобы мы пришли и не ютились на этом маленьком ковричке. Все вдвоем, втроем, там, когда мы с копом все приходим с прогулки. А именно, чтобы мы зашли и нормально каждый стоял разувался, и при этом, ну, как бы полы оставались чистые. В общем, взяла пока вот такой ковер. Разных были расцветок. Я надеюсь, что он нам будет хорошо служить. Во-первых, не будет протекать то, что здесь, да, прорезиненная основа. Но, во-вторых, он немножко побольше, чем тот, что у нас лежит. И взяла еще просто уйму и уйму носков. Вот, вот такая вот гора носков. Я очень хотела попасть на носки, которые такие, ну, прям вот новогодние, плюшевые, таким красивым орнаментом, красные, серые. Они вот прям такие тепленькие, как гольфики, да. Но их не было. Уже все раскупили. Я опять не удел осталась. В общем, купила детям. Размер 3-5. Тут, по-моему, я такие уже покупала носочки в прошлый раз. Тут 50% ангоры, 30% шерсти, 15% полиамида и 5% эластана. Очень хорошие, теплые носочки. При этом они достаточно тоненькие. И ножка, то есть, если вы одеваете ребенку обувь, она не впритык будет обувь, да. То есть, это не тот плотный такой толстый носок, у которого надо чуть побольше брать обувь. То есть, вы спокойно можете обувать свою обувь, которую обычно носите. Потому что носочек теплый, но при этом он тоненький. Разные расцветки есть. Разных, кстати, размеров есть. Так, это я взяла в двух цветах. Вот это младшему. Видите, тут рисунок какой-то, экскаватор. Тут машинка. Также еще есть девчачья расцветка. В общем, можно тоже посмотреть. Это вот такой зубей. Детские носки из ангоры. Очень мне хорошее. Очень мне, правда, понравилось качество. Это вот уже третья пара. Он сейчас ходит в тех, что я в прошлый раз покупала. Хорошие. В прошлый раз я покупала мужу носки хлопковые. Тоже очень достаточно много взяла. И на тот момент он мне говорил, что у меня тоненьких носочков нет. Я ему купила. А в этот раз он мне теперь говорит, у меня толстых носков нет. У меня ноги в тонких мерзнут. Ну, в общем, что я сделала. Пошла накупила еще мужу уже более плотных таких толстых носочков. Это размер 41-45. Здесь 85% акрила, 15% эластана. Это действительно такие плотные махровые носки. Тут махра. Даже несмотря на то, что это синтетика, в них действительно тепло. Мужские махровые носки. Просто так называются. Тоже в разных расцветках они есть. Так, это такие же, по-моему. Да, такие же, только черные. И вот такие уже немножко другие взяла по составу. 75% акрила, 5% ангоры, 20% эластана. Они более тоненькие, но, несмотря на это, они достаточно тоже тепленькие. Вот почему нет у взрослых с таким составом, как у детей. Чтобы было 50% шерсти и 30%... Нет, 50% отгоры и 30% шерсти. Почему таких взрослых нет? Я бы мужские взяла тоже такие носочки для прогулок с детьми. Долгие такие, знаете, походы на улицу. Особенно вот по этой жиже. Ноги действительно очень быстро мерзнут за счет этой влажности. Короче, вот носки. Дальше. В себе. Либо, опять же, в подарок. Я не знаю, как пойдет. Мне кажется, вообще, знаете, теплые носки – это всегда беспроигрышный вариант в качестве подарка, небольшого презента. Потому что... Ну, я еще не знаю ни одного человека, который бы сказал, мне не нужны носки. У меня полно. Или там... Я не нуждаюсь в носках. Даже если у вас полно носков, все равно, даже если не сейчас, то в следующем году вы все равно их оденете. Поэтому носки всегда пригодятся. А тут еще, видите, такая тематика с оленем, что-то новогоднее. Так, вот, кстати, поругалась, да? Оказывается, это также состав. Это женские носки. Вот в мужских носочках я не нашла такого состава. Тоже 50% ангоры, 30% шерсти, 15% полиамид и 5% лайкры. В общем, это вот такие женские. Я взяла в двух цветах. Синий, серый и серый, темный со светло-серым. И взяла еще женские вот такие носочки. Вот это тоже, мне кажется, такая новогодняя тематика. Так, размер 36-39. Это уже Lady Collection. И тут по составу у нас 59% полиэстера, 19% акрила, 9% шерсти, 6% хлопка, 3% вискозы, 3% полиамиды и 1% эластана. Они тоже достаточно плотненькие такие носочки, толстенькие, внутри не махрушечка, но вот просто такая вот вязка. Прикольная рассетка. Я пока не распаковываю, потому что, может быть, тоже вдруг кому-нибудь положу презентик. Вот, и выбрала еще вторые в сером цвете. Мне кажется, такие достаточно тоже прикольные. И Максиму я взяла тоже очень хорошие теплые носочки. Несмотря на то, что здесь вот какая-то киска, более не девчачья, да, но, мне кажется, носки, знаете, это такая вещь, которая не видна под штанами. И можно без разницы взять мальчику, девочкам. Так, 50% ангоры, 30% шерсти. Опять же, тот же состав. Это, в общем-таки, пару взяла, две пары носочков взяла для старшего, потому что тоже на долгие прогулки хочется, чтобы ножки были в тепле. И взяла еще опять снова трубочки. Беру микс, потому что в прошлый раз взяла шоколадную упаковку трубочек и, короче, как-то не зашли. В общем, у меня не стали пить они шоколадными трубочками, не понравилось. А вот такие миксы вообще заходят просто на ура. Сейчас покажу еще два подарка, две покупки. Я хотела, думаю, вложить на Новый год как дополнение к подаркам. Знаете, я вообще люблю, когда у детей под елкой много-много-много-много-много подарков. Это может быть какая-то мелочь совсем, это может быть просто какой-то сувенирчик. Ну вот сам эффект, да, создать то, что вот там в одной коробочке, в другой коробочке пакетик и еще. И вот они в этом всем роются, они каждый пакет открывают. Даже если маленькая какая-то там игрушечка, это такой кайфом доставляет, и они вот в этом всем разбираются. То есть не просто большой какой-то подарок один, да, купил и все. А вот именно пусть лучше будет поменьше, но побольше. Ну я так посмотрела, подумала, в принципе, подарков уже для детей у меня вот так, с головой вот так. Поэтому, думаю, я бы купила и, наверное, вот уже сейчас придет с детского сада и вместе с Максимом я им вручу. Сейчас покажу. Даже сейчас с вами это все проверю. Короче, вот такие вот танки. У меня Матвей стал тоже любителем танков, потому что у нас папа, мой муж, рубится вечерами на планшете в игру танчики. У кого еще мужья? У меня тоже такие любители поиграть в какие-то игры компьютерные. Но благо у моего мужа только одна вот такая забава – это танчики. И, естественно, дети видят, мой Матвей тоже лезет, смотрит, стреляют там уже что-то вместе. И поэтому я думаю, что вот игрушка танчики ему будет интересна. Причем здесь танчики не просто обычные, да, там игрушка, которая катается, а написано, что он меняет направление, движение, играет музыка, здесь еще светится, стреляет какими-то там пульками, я так поняла, или что. Короче, не знаю. Сейчас откроем, посмотрим. Тут нужно будет три батарейки. Кстати, уже запаслась батарейкой, сейчас будем все ставить вместе с вами. Давайте откроем и посмотрим. Так, кстати, цена 199 рублей. Мальчики, мальчики. У девочек, наверное, куклы, да? У мальчиков машины. Так. Все это вот в таком вот разобранном виде. Но такой достаточно большой. Так, я так поняла, тут надо ставить пушку. Так, не так. Так, пушка ставит. Это что такое? А, это фары. А почему их сразу вниз не поставить, а? Как-то странно. Фары тут надо ставить. Можно было и изначально сделать. Так. Ай, блин, тут нужна отвертка. Вот вечно вот эти отвертки, болтики. Короче, я сейчас вернусь за отверткой, приду и дальше будем с вами разбирать. Все, вооружилась отвертка. Сейчас будем открывать. Ну, с одной стороны, хорошо, когда есть болтики, меньше есть вероятности, что выпадет вот эта вот штучка. Но, с другой стороны, это не очень удобно. Так, батарейки. Теперь надо еще открыть батарейки. Так, батарейки здесь, здесь три батарейки. Обычные пальчиковые, 2А. Сейчас мы посмотрим, что это за чудо техников. Так, я так понимаю, он должен еще ездить. Так, сейчас пока не буду закручивать. Короче, он просто катается. Видите, крутится колесико, просто катается и едет. Я думала, что у него что-то будет крутиться или хотя бы вот этот вот кружится, подниматься. Ну, ладно. Ладно. Будут устраивать таночные гонки. Так, с этим ладно, разобрались. Еще я купила такой развивающий телефон. Помните, раньше, раньше, раньше были... Как же они назывались? Ой, я забыла. Мульти... Нет, не мульти. Мультиплееры, да. Мультиплееры я покупала Матвею раньше, когда он еще был совсем-совсем маленький. Где-то ему год было. Где-то, может быть, полтора года. Я покупала такие мультиплееры. Они были с песенками, со сказками. Очень хорошее качество. Но они тогда на тот момент стоили, ну, достаточно дорого. То есть, где-то от 500 рублей. Это самая, наверное, низкая была цена и выше. Эти 199 рублей стоят, запоминая название, животных и предметов. Давайте тоже с вами откроем и посмотрим. А, опять тут отвертка. Опять надо батарейки. Кстати, в магазине трех цветов у нас были. Я взяла синий, еще был зеленый и розовый. Я сначала думала, что разные телефоны представлены. Именно, ну, вот когда по дизайну. Но нет, везде одинаковое все. Скотчик как-то наляпает, ты не откроешь. Я не из тех, кто любит гербанить упаковку в дрызг. Я буду сидеть, открывать, мучиться. Но открою и не порву. Так, ух ты, я вам такой, кстати, лопатничек такой большой. Так, отвертка. Так, так, так. Так, тут три батарейки 3А. То есть, это нам нужны мизинчиковые. Хорошо, в прошлый раз взяла батарейки. Потому что сейчас без них вообще никуда. Что, батарейки открыть нормально. Так, ставим. Это классно, кстати, что он здоровается. Можно прям приучать ребенка, что нужно обязательно здороваться и прощаться. На этом примере, мне кажется, детки будут понимать, что надо сказать привет, когда тебе говорят привет. И в ответ попрощаться, когда с тобой прощаются. Так, ну что, включаем? Пока. А, пока. Привет. Привет. Кстати, сделано под мобилку, смотрите, тут, типа, связь, батарейка, да? Так, смотрите, тут алфавит, слова, правописание, найди букву и песенки. Давайте начнем с алфавита. Давай, поиграем. Давай. Ё. Тут буквы. Ха. Ще. Эр. Так, слова. Давай, поиграем. Стол. Ножницы. Хлеб. Яблоко. Шарик. Угу, правописание. Давай, поиграем. Н. О. Ж. Н. И. Ц. И. Ножницы. В правописании это проговаривается все слово по буквам отдельно. Прикольно. Найди букву. Найди букву Щ. Ща найдем. Правильно. Молодец. Найди букву Н. Хорошо. Н. Правильно. Молодец. Найди букву Н. И мне нравится, что здесь, опять же, есть похвала ребенку. Он сделал правильно. А если неправильно? Неправильно. Попробуй еще раз. Попробуем. Найди букву. Так. Музыка. Веселые песенки. Так. А сколько здесь песен? Нажмите из трех кнопочек с изображением мелодия. А тут только две. Две кнопки с мелодией. Одна. Две. А вот еще третья внизу. Пока. Прикольно. Слушайте. Для деток это какой у нас возраст? Наверное. Да. Три плюс. Обалденная вещь. Здорово. Мне очень нравится. Мультиплееры. Мультиплееры, знаете, сейчас, ну, правда, это не для каждого. Бывает накладно покупать реально. Кто-то, ну, не хочет тратиться на мультиплеер, который, особенно, зная, что ребенок может там швырнуть, кинуть. У меня раньше Матвей любил, так ему что-то не нравится, он разбросает. И, конечно, если вдруг вот такую игрушку ты купил там за полторы тысячи рублей, он его бросил вдрызг, жалко, реально жалко, хотя вещь хорошая. Поэтому вот такая за 200 рублей, мне кажется, сейчас на Новый год отличная идея для подарков малышам. Здорово. Мне нравится. И очень, кстати, хороший динамик, то есть не шупит, не шуршит, четко все так хорошо, понятно рассказывает. Здорово. Короче, сейчас возьму с собой даже этот мультиплеер и пойду за ребенком в сад, да, потому что время уже мне как раз пора. Все. Я успела снять видео, так что вот такие вот новые обновки, покупки у нас были. Небольшое разочарование, если честно, с танком произошло, но я, наверное, просто больше что-то себе накрутила, чем есть на самом деле в этой игрушке. Очень много, кстати, появилось настольных игр. Я уже в этот раз не стала брать никакие настольные игры, потому что я постепенно так покупаю что-то, у нас есть во что играть, а просто захламлять лишний раз, чтобы просто было, не хочется. Но я посмотрела, там есть действительно достойные, которые можно играть и с малышами, есть еще на более, ну, более уже взрослые, да, деткам играть, ну, например, как моему старшему. Можно присмотреть, опять же, можно на подарок что-то выбрать, поэтому можно сходить, присмотреть настольные игры, кто любит, найдете себе обязательно что-то интересное. Все, в общем, я пошла с мультиплеером за сыном. Показываю, что у нас получилось. В общем, пока стоят тумбы прикроватные именно в комплекте как раз от этой кровати, мы их привезли, потому что, ну, пока не знаю, когда мы купим себе кровать с тумбами. В общем, без тумбочек неудобно, с тумбочками, конечно, совсем другое дело, что уж тут говорить. В общем, смотрите, вот эти салфетки, вот на нашу тумбу конкретно, они очень маленькие, потому что тумбочка слишком широкая, она реально такая прям большая, массивная. Вот, ну, салфеточки, видите, тут только на середину поместились. Сообразила я тут вот такую композицию, поставила в вазу, это киевская прозрачная ваза, такая стандартная, по-моему, всегда она есть в ассортиве. Просто заложила туда мишуру и поставила вот эти веточки. Но здесь, конечно, какую-то немножко другую хочется вазу, как-то она, наверное, слишком массивно смотрится. Ну, вот пока так. Потом в дальнейшем я еще хочу заменить покрывало, другое положить. Ой, я сейчас зашла в кофейню, пока шла домой, и купила себе кофе. Смотрите, какие прикольные стаканчики уже вместе с Хрюшкой. И увидела Наполеон. И что-то мне так захотелось, в общем, взяла себе Наполеон и сейчас кофе буду пить. И смотрите, какие классные все-таки вот эти гирлянды. Они очень красиво светятся, они создают такой необычный свет. Ну, вот реально, это не просто фонарики, вот такой красивый, прям, значит, цветочками. И чем дальше, тем, видите, они больше. Вот, над кроватью немного так тоже задекорировала. Конечно, если была бы другая белая кровать, это все смотрелось бы немножко иначе. Я бы тут что-то пустила в виде гирлянды. Но здесь не очень удобная спинка, поэтому я сюда уже не буду никакие фонарики вешать. Иначе у меня Матвей просто их, я боюсь, сорвет. Вот, а на моей тумбе, ну, вот такое что-то у меня получилось. Ваза и вторую мне такой же одинаковый нету, поэтому поставила в другую тоже по этому же принципу. Вот она салфетка. Не стала я убирать эту салфетку, потому что получается рыжая тумба и, ну, как-то, не знаю, не нравится. Вот если была бы совсем широкая салфетка, у нас тумбы эти достаточно большие, широкие. Это, кстати, тумбочки в комплекте с кроватью шли. Мы их просто решили взять, пока новые себе не купили. А без тумбочек реально очень тяжело. А здесь вот этот поднос, свечка, что-то свечка у меня совсем прям в воске вся тает, надо затушить. Ёлочка, ёлочка, конечно, очень красиво смотрится. Ну, и закинула пару шишек. В общем, как-то пока так, не знаю. Что, как говорится, пришло в голову первое. То придумала, то сделала. Ну, вот, пока как-то вот так. Ну, всё равно настроение уже есть, и это уже хорошо. Всем привет! Время 3 часа дня. Я только зашла домой. То есть я утром проводила Максима. Он вместе с нами вышел, отвела Матвея в сад. И всё, и время 3 часа. Я только зашла домой. Начинается самое дебильное время, вот это время суеты, в вечной куда-то беготни. Надо везде заплатить по квартире, чтобы не было долгов, счета, платить кварплату за детский сад. Где-то там что-то сдать в школе на какие-то экскурсии. Надо съездить, посмотреть какие-то подарки, презенты, сувениры. Что-то купить. Я, знаете, как люблю, если вдруг нежданно, негаданно, спонтанно, куда-то мы собираемся, да, кому-то в гости, неважно, к родственникам, друзьям, знакомым, либо также к нам кто-то приезжает. Я люблю, чтобы дома у меня хотя бы какой-то запас небольшой был. Хотя бы просто элементарно какого-то презента, небольшого сувенира. Просто какой-то приятной мелочи, но не с пустыми руками. Поэтому вот такие мелочи я предпочитаю, чтобы у меня дома были в запасниках. Ну, элементарные наборы даже подарочные, в которых там вложен крем для рук и гель для душа. Ну, допустим, да, как вариант. То есть, вроде как человеку приятно, что уже о нем подумали, да, какой-то небольшой подарок. И, тем не менее, все равно это все пригодится, будет в использовании. Поэтому как бы это не какая-то там статуэточка, да, ну, а то, что действительно пойдет в ход. Вот, поэтому вот тоже присматриваю все, где что-то интересненькое вижу, покупаю. Я зашла сегодня в Ашан и думала, ну, так на пару минут забегу, посмотрю, что там есть. В итоге я там застряла часа, наверное, на два. Пока я все обошла, пока я потом подумала, так, вот это вот у меня, это есть, это мне вот этому можно купить, дети, да, детей очень много, потом, которым так же там ездишь в гости. Опять же, детям какие-то, ну, маленькие даже подарочки хочется тоже вручить, чтобы что-то было им в качестве сувенира, да, хотя бы. Короче, застряла надолго. И вышла с Ашана, знаете, что только я в Ашане поставила? Пять. Пять тысяч, и я сейчас разложила все, и я понимаю, что это вообще мелочь. А где все то, что я покупала, перла эти сумки, а раскладываешь, вообще ничего нету. Это вообще просто. Короче, давайте я вам сейчас покажу, что я взяла. Вот они все покупки с Ашана. Вроде так смотришь, особо ничего и нету. Блин, а по чеку, смотрите, пять тысяч. Вот на что? Ну, я знаю, где тут уже практически две тысячи, а остальное все это вот это. Сейчас, короче, давайте постепенно все разберем. Так, на кассе увидела вот такой вот пакетик. Nescafe Gold, роскошная молочная пенка. Захотелось попробовать. Стоил такой пакетик рублей 30. И скажу так, плюс в том, что действительно пенка есть, она такая достаточно большая и держится на протяжении всего времени, пока вы пьете кофе. Но на вкус это такое нечто. Три в одном, такое очень лайтовое. То есть вот на один раз попробовать можно. На постоянной основе я бы, конечно, его больше не покупала. Большую банку. А так, ну, на один раз, если любите, можно взять. Но что-то, мне кажется, на один раз 30 рублей дороговато. Чашка кофе. Так, взяла чай Greenfield Spring Melody. Я очень люблю именно вот этот вот чай. Именно вкус вот этого чая Spring Melody, потому что вот прям из Greenfield, это, наверное, самый любимый чай. Он имеет невероятный просто аромат, вкус. Очень такой тонченый, потрясающий. Я обожаю его. И вот увидела, что есть крупный листовой чай. То есть не пакетики, а можно нормально заварить себе в заварочный чайничек и наслаждаться вкусом. Поэтому взяла. Так, увидела в Ашане Нордик. Гречневые хлопья. В наших магазинах ближайших почему-то вообще нету именно вот гречневых хлопьев от Нордик. Там они были, по-моему, 70 рублей. У меня ребята молочную гречневую кашу любят вот именно от Нордик. Она очень хорошо разваривается и вкусная при этом. Так, по акции по 60 либо по 70 рублей. Барни. Все уже вскрыли. Не дождались. Я уже говорила, что если есть акция, то я барни всегда беру по ценам. Вот если они стоят, как обычно, там по 130, по 120 рублей, я не покупаю. Мне кажется, дороговато. Вот 70 рублей им цена, поэтому всегда беру. В этот раз взяла побольше, потому что впереди Новый год, какие-то поездки на елку. Можно с собой взять в дорогу, очень удобно. Ну и вообще, как бы к чаю очень вкусно. Так, чокопай. И также беру, если вижу, бельвиту. Я обожаю эти печеньки, особенно вместе с кофе. Это очень вкусное сочетание. Опять же, в наших магазинах рядышком не всегда их можно увидеть. Поэтому, опять же, увидела, сразу взяла две упаковки. Взяла классические. Тут мед и фундук. Не стала брать с никакими прослойками. Просто обычный такой вот печенька. Действительно, очень-очень вкусный. Если вы еще не пробовали, вот очень советую. И я решила в этот раз взять якобс. Так, это что у нас там? С нежной кофейной пенкой. Молотый, растворимый кофе. У нас обычно сейчас классический якобс. Это уже заканчивается. И как-то мне он поднадоел. Что-то мне захотелось другого. Не знаю, буду пробовать. Еще такой вот снежной пенкой не брала. Я надеюсь, что он не будет вот такого вкуса, как у нас кафе. В общем, посмотрим. Ну и баночка тоже такая симпатичная. Так, и давайте перейдем, наверное, ко всему остальному, да, что здесь есть. Из косметического витамины для лица от NovaSweet взяла. Что-то мне очень захотелось попробовать. Очень много уже давно увидела. И девчонки покупали, знакомые, подружки. Вот увидела, просто была ваша. Не знаю, что они там представлены. Вот эта вот марка NovaSweet. Поэтому взяла. Можно как и, допустим, для глиняных масок использовать. Как термальную водичку. В общем, мне кажется, неплохо. Взяла термальную себе воду от компании Я Самая. На самом деле, немножко, мне кажется, завышена цена на эту термальную водичку. Потому что я только вчера в аптеке смотрела. По-моему, от Vichy. Да. Стоит 400 или 300 рублей термальная вода. И от Uriash. Что-то тоже в районе 300 или 400 рублей. Ну, вот, мне кажется, вот эту за 200 рублей, там, 250, да? Либо вот взять другие аптечные марки. Наверное, можно было все-таки добавить рублей. 100-200 и купить какую-то аптечную. Ну, в общем, не знаю. Взяла. Я ее раньше брала. И также под альгинатные маски можно использовать. Просто как сбрызнуть лицо и освежиться. Ну, в общем, я взяла. Пусть будут. Они точно не будут простаивать. Так, опять-таки, увидела. В Ашане сразу взяла. Это патчи коллагеновые от Skinlight. 30 штук в упаковке. Обычные тканевые. Периодических тоже беру. Взяла сразу про запас. И одну я буду отправлять в посылки. Потому что... Ну, на подарок, да? Вот. И пока есть, увидела, сразу взяла. Что касается подарков. Там, кстати, в Ашане очень много представлено различных подарочных наборчиков таких. И мне кажется, это отличный вариант, когда ты не знаешь вроде, что подарить, да? Знакомым, либо там каким-то вот друзьям друзей. Когда вы там собираетесь где-то в одном месте за одним застольем. Но все равно что-то, какой-то презент подарить хочется. Вот такой вот вариант, конечно, всегда выручает. Мне понравилось название. Мягкие лапки выполнен в такой красивой девчачьей упаковке. И мне кажется, любая женщина, девушка будет приятно, рада этому подарку. Здесь крем для рук и ногтей укрепляющий. Так, по-моему, что-то тут еще должно... А, и соль для маникюра укрепляющая. Вот такой наборчик. По-моему, 99 рублей он стоил. Так, буду уже все, что есть, брать подряд. Не буду разбивать по темам. Так, нож для пиццы взяла. Было представлено двух видов. Это вот с такой прорезиненной ручкой треугольной. А еще был с бамбуковой ручкой деревянной. В общем, я взяла вот этот. Пиццу делаем. И каждый раз, когда мы делаем пиццу, я вспоминаю о том, что я очень давно хочу все этот нож приобрести. И что-то все время мимо прохожу. Вот сейчас увидела, сразу взяла. Очень удобно резать им. И, конечно, это намного удобнее, чем обычно. Короче, нож для пиццы тоже всегда должен быть. Крем Невея стандартный. Большая упаковка. 150 мг. Всегда, на всю зиму, на каждую даже зиму, я так скажу, этот крем у нас просто на первом месте. Я вот с утра им каждый раз мажусь. Мажу детям щеки. Если что-то обветренное, и муж очень любит мазать руки этим кремом, это действительно такой очень хороший, жирный, питательный крем. Напитывает на ура. Поэтому взяла сразу большую банку. Хватит надолго. Опять же, хозяйственное мыло, самое обычное. Свобода. Свобода производитель. Были еще дешевле. Это, по-моему, рублей 20 стоило. Каждый раз, когда я вспоминаю, что мне надо там что-то застирать, и я вспоминаю ваши комментарии, что там, помню, какие-то были видео у меня с замачиванием вещей, там, с пятновыводителями, и мне очень многие писали, возьми, воспользуйся обычным хозяйственным мылом. Ну, вот не поверите мне, мыла хозяйственного дома просто нету. Вот, попалась на глаза, решила, пусть будет, обязательно возьму, и, конечно, в хозяйстве пригодится. Так, набрала гели для душа. Это, опять же, такая у нас вещь, которая уходит с очень большой скоростью. Муж у меня фанатик гелей, и Палмалиф, вообще, это самая такая, одна из любимых марок. Я набрала разных, они тоже сейчас по 99 рублей, мне кажется, хорошая цена, и они суперароматные, просто суперароматные. Так, я взяла Роскошь Масел, очень хороший, такой приятный, насыщенный вкус, вкус, аромат. Твое очарование, это такой более сладкий, женственный, больше для женщин подойдет аромат. И вот этот вот, твой массаж, это очень крутой, такой насыщенный, яркий, сочный, свежий, вот, что для мужчин, что для женщин, круто. В общем, запаслась на первое время. Дальше. Вот станки, да, Мак-3, здесь 8 лезвий. Этот набор стоил 1000 рублей, то есть, вот, из всей покупки 1000 рублей уже на станки улетело. Но я хочу сказать, что, наверное, все-таки выгоднее купить чуть дороже, нежели меньше, потому что, смотрите, ну, точнее, меньшее количество лезвий. Здесь 8 в упаковке, а рядышком висели 4 лезвия в упаковке, стоили 800 рублей. Ну, вот, 200 рублей доплатить, а еще получить 4 лезвия, мне кажется, конечно, выгоднее. Ну, без них никуда, они по-любому нужны, да, поэтому, ну, конечно, приходится тратиться. Я вообще хочу сказать, что лезвия, что на жилет мужские, что на Венус женские станки, конечно, дороговато стали, да, но без них, опять же, никуда. Более дешевые, что-то уже не хочется покупать. Так, обновила новый, вот такой вот взяла. Это океанский оазис, у меня уже заканчивается, в туалете стоит, и хочется аромат поменять. И тот уже, ну, такой более легкий стал, почти не ощущается, поэтому вот сейчас поставлю новенький. И смотрите, что я нашла в Ашане. Это скребок для стеклокерамики. Причем мне нравится, что он такой маленький и очень компактный. Тут еще можно лезвие менять, потому что вот мой, я вам сейчас покажу, который шел в наборе с нашей варочной панелью, но он такой, знаете, самый-самый простой. Вот у меня уже тут крышка сломалась. И мне он, ну, вот скажу честно, не очень нравится. Он, конечно, все отмывает, отшкрябывает, но как-то, не знаю. В общем, я себе взяла новенький. Я надеюсь, что он будет хорошо работать. Вот, мне нравится, что он такой маленький, компактный, и хранить, мне кажется, его будет удобно. Короче, вот эта вот такая вообще вещь, мне кажется, всегда дома просто необходима. Я считаю, что такую вещь можно спокойно даже положить и в подарок, если вы знаете, что человек из стеклокерамика, а ножа у него чистящего нету. Супер. Потому что это реально всегда нужная вещь. Так, увидела еще в Ашане вот такую вот вешалку. И мне, знаете, что понравилась эта вешалка? Можно использовать как для шарфиков, так и для галстуков. Вот в подарок можно оставить тем, у кого очень много галстуков в гардеробе. А, естественно, их как-то надо хранить, надо как-то удобно развешивать. Мне кажется, такой вариант очень будет удобен. Так что, короче, я пока не стала упаковку снимать. Думаю, мало ли, может быть, кому-то также можно в подарок. Так, что мне еще понравилось? Вот такие вот повязки для волос. Есть в Ашане. Это у нас марка Etude Organics. И они, конечно, потрясающие. Я очень многих девочек их видела в видео, но вот когда увидела их, что они продаются в магазине, не могла они пройти мимо. Ну, такие вот зайчики, такие вот повязки стоят, конечно, не 100 рублей, чуть дороже. Рублей 300 или около 400. Но, мне кажется, они того стоят. То есть, эта повязка реально всегда будет нужна, всегда будет актуальна. И плюс она, знаете, ну, придает такой небольшой юмор, как-то поднимает настроение. Мне кажется, любая девочка будет только рада получить такую повязку. Так, и взяла еще, смотрите, в Ашане есть вот такие вот круглые термосалфетки. И причем, смотрите, они такая, знаете, новогодняя прям, да, уже тематика. Уже прям и на стол можно новогодний положить. Так, размер у них 35 сантиметров в диаметре. Очень много расцветок. В общем, я взяла вот такие 4 штучки. И мне еще понравились вот такие, как детская тематика. Больше для деток, мне кажется, подойдет. Очень красивый цвет и такой мишка милый. Ну, прикольно. Там, кстати, разные есть. И синие есть, и какие-то другие можно выбрать. Но, мне кажется, Новый год вообще супер. И они, кстати, плотненькие довольно-таки. И под тарелку. Иногда вот квадратные надоедают прямоугольные эти салфетки. А это круглые что-то такое новенькое, интересненькое. И, в общем, смотрите, я хочу показать. Вдруг, ну, вот кому-то, да, пригодится. Смотрите, в Ашане есть вот такие вот, так, это что у нас? Печенье-искушение. То есть, они сделаны как бы в виде пряников с разной символикой, с разными пожеланиями. Я набрала разных. Видите? И можно также в любой подарок вложить как дополнение. Либо вот к вам пришли кто-то, можно как раз небольшой презент. И вкусно, и приятно. Классно. Они там с разными бантиками, с разными рисунками. Ну, это глазурь, да? И еще есть вот такие замечательные шоколадки. Опять же, этот вариант больше подойдет для деток. Если к вам кто-то пришел из деток, а вдруг у вас ничего такого нет. Ну, мне кажется, даже вот так, тоже небольшой презент, очень даже порадует ребенка. Ну, это, вроде, символик тоже Нового года. Так что, вот такие вот шоколадочки. И все. Вот они все мои покупки, да? И вот он, чек на 5000 рублей. Обалдеть. Хорошо, так вот сходишь, затаришься, и потом с пустым кошельком выходишь, как всегда. Ну, Новый год, мне кажется, это всегда вот такой затратный, постоянно какие-то даже непланируемые покупки. Если что-то увидел, понимаешь, что надо, хочется, и, в общем, все время тратишься. Да. Вот. Это у нас в Ашане. Так что, если кому-то что-то надо, бегите. Пока все есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...